Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Футболисты выйдут на поле в ретро-форме, а вот мяч будет современный. Любители хотят попробовать поиграть в кожаный мяч для полной исторической достоверности. Сейчас мячи идеальные, а тогда мячи были со швом, поэтому он немножко перекатывался, не очень правильно, так скажем. И при ударе он тоже летел своеобразно. Ну и потяжелее, конечно, он так же намокал и вел себя по-другому на поле. Поэтому было бы очень интересно поиграть тем мячом. Поиграть в кожаный мяч готовы и профессионалы крыльев советов в регулярном чемпионате Премьер-лиги. Было бы интересно, может быть, один матч так сыграть, попробовать, а уже сказать после ощущения. А так пока не могу сказать. Раньше говорят бутсы через голову одевать. Так что мне интересно даже посмотреть, как этот мяч водит. И поиграть им тоже было бы интересно. А пока игроки Самарского клуба учат правильно бить по мячу детей, отцы которых 3 мая поучаствуют в реконструкции футбольного матча 1942 года в Куйбышеве. Мы хотим, чтобы вот это историческое событие постепенно превратилось в такой большой самарский футбольный праздник. И в этом году на весна будет заключаться в том, что помимо матча, посвященного историческому событию, будут играть корпоративные команды футбола. Будет корпоративный турнир по мини-футболу, в котором примут участие 8 команд. На стадионе скучать не придется. Кроме футбола будут работать площадки по разным видам спорта. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.